Как создать крепкую семью? Обращать ли внимание на родителей будущих? Как создать крепкую семью? Обращать ли внимание на родителей? Будут ли дети повторять поступки родителей? Или на родителей супруга-супруги обращать внимание? Грубо говоря, смотришь у девушки, мать как себя вела, бросала ли она уже, или отец из семьи. Понятен вопрос, Григорий? Повтор. Будет ли в жизни ситуация у дочки или у сына? Такая же повторяться. Спасибо за вопрос. Будут ли дети повторять то, что делали родители? Будут. Чем сильнее характер у ребенка, чем более развитая душа, тем он меньше копировать будет родителя. Будет больше проявлять индивидуальность, опираясь на интуицию внутреннюю. У детей она очень сильная. Опираясь на какие-то знания, где-то что он еще нашел. Больше на внутреннее, конечно. Дело в том, что все ваши манеры, все ваши поступки, все ваше мировоззрение, оно отражается на энергетике. То есть на полевой структуре она создает определенную волну, которую вы генерируете. Эта волна начинает кристаллизовываться. Когда рождается ребенок, часть этой волны ему передается. Каждый поступок, каждая манера, качество, склонность, она формирует... Человек это генератор на самом деле. Кто-то биохимии знаком, что в нем идут химические реакции постоянные, электрические реакции. Это можно проверить, померить, просто взять прибором. Прибором конкретно померить. Соответственно, они рождают программы. Если вы что-то делаете, вы рождаете определенную программу. Эта программа, она где-то записывается. У вас есть такая программа, все время там... Опаздывать. Опаздывать, не знаю. То есть какая-то склонность. Но опаздывать – это немножко другое. Это какая-то склонность все время доставать окружающих по своим проблемам. То есть не самим решать. То есть склонность определенная. Вы это все время делаете. То есть это будет формировать определенную вибрацию. Эта вибрация будет кристаллизовываться в вашей полевой системе. Когда родится ребенок, на него это будет оказывать влияние. Она столкнется с его личными способностями. Она столкнется с энергетикой второго родителя. Она столкнется с общей генетикой рода. Она столкнется с каким-то воздействием. То есть это будет некое коллективное воздействие. И от того, что было, предположим, у мамы, останется какая-то часть. Но если бы у мамы была такая склонность, то предрасположенность к этой склонности у ребенка будет. Это существует как на генетическом уровне. То есть генетические конкретные болезни. Например, плохое зрение. То есть слабые мышцы, глаз и привязка к окружающему миру. От чего, например, у родителей слабое зрение. Часто очень проблема. Бывает, эта проблема из-за экологии. Бывает, часть проблемы из-за беспечности человека. Часть проблемы чисто, как говорится, грехи человека, так называемые. А часть – это следствие плохой экологии. А это, по сути, и беспечность. Беспечность – это следствие отсутствия твердого духовно-нравственного корня, духовно-нравственной системы, которая позволяет человеку не совершать эти ошибки. Соответственно, часть этой программы на ребенка ляжет. Соответственно, из той совокупности сил, которые на ребенка воздействуют, какая-то часть останется. Если, например, у вас есть склонность, например, доставать, ваш муж, у него, наоборот, склонность быть очень дружелюбным к людям и снисходительным, внимательным. То есть эти волны могут друг друга, как говорится, сбалансировать. Но все ваши склонности в известной степени ляжут на ребенка. Это знаете, как у вас есть компьютер, на компьютере есть какой-то вирусик неудаленный, есть антивирус. Антивирус будет защищать, а вирус будет ломать. И вот пока антивирус окончательно не справится с этой программой, а может, он сразу не справится, пока найдет, пока по последствиям. То есть вот эта программа будет действовать. Программа, конечно, может еще и развиваться, расти соответственно. Поэтому все, что делают родители, причем это делал ваш дедушка, прадедушка, это все закладывается в геном. И в геноме, как бы, геном, это сложная программа, на которой накапливаются сначала основные базовые вещи, о человеке, что есть человек, например, белый человек, геном белого человека. Там, на самом деле, у него много разновидностей. Знаете, как есть дерево, например, есть дерево дуб. Есть дуб, например, южный, есть дуб северный, там есть, я видел, дуб в Греции, в котором там такие даже специальные висюльки, не знаю, как они называются, лепестки, как у клёна висят. То есть много разновидностей, все они дуб. Соответственно, есть основная какая-то программа. Есть остальные вот эти веточки-привязочки. Вот эти веточки-привязочки, они ложатся поверх основной программы. То есть у дедушки была какая-то склонность, она прописана в родовой программе. Она в какой-то степени существует. Там у прадедушки, прапрадедушки, прапрабабушки, все, что делали ваши предки, оно записывается на генокоде. Оно будет проявляться и во внешности, и в физической форме, и в энергетике, и в характере. Естественно, это накладывается на параметры души. То есть душа приходит в то тело, которое соответствует по уровню кармы, то есть в первую очередь по уровню кармы, по уровню развития души. То есть она входит в это тело, соответственно, родители выбираются соответствующие. То есть если душа сильная, она все это может стереть. Вот хороший случай, вот у меня родственники, оба носят очки, нормальное у них зрение, минус три или больше даже. У мальчика очки, у девочки стопроцентное зрение, как было в детстве, так оно и осталось стопроцентным. То есть карма, вот есть генетическая карма у родителей, по идее она должна ложиться на обоих детей. То есть с точки зрения просто физиологической генетики. А вот на мальчике есть, на девочке нет. У меня зрение минус два с половиной, ошибаюсь. Родители оба носили очки. Я в детстве их практически никогда не носил. Сестра родилась практически стопроцентным зрением. То есть есть личные параметры души. Эти параметры души могут вычеркивать, стирать то, что по родителям было. Все, что делали родители часто, то есть то, что стало их условными рефлексами, прописывается на генетике, ложится на детей. То есть если появляется какая-то душа светлая, с хорошими противоположными качествами, просто чисто гармонично, она может просто все это стереть. Вот много-много-много-много всего было. Пришла молодая, пришла развитая душа, тонкая, и она, знаете, как резинка, карандаш, и все сотрет. Такие тоже вещи бывают. Если вы были обычными людьми, жили обычной жизнью, все ваши роду, там, на 20 поколений были такими, и вдруг вы начали заниматься эзотерикой, там, занимаетесь йогой, совершенно правильное питание, усилились в хорошем месте, ваши дети родились такой же, они прожили такую же жизнь, раз, и к вам приходят, вроде обычные были люди, а к вам придет какая-то развитая душа. И все, что было негативное, она за счет параметров души, она сотрет. То есть ей тоже нужно тело, да, тел мало, а души хотят воплощаться, да. И так по параметру, но более-менее, то есть вы подчистили генетику, то есть вы можете дать хорошее тело, то есть ваша генетика способна построить. Ну, ребенок рождается, а заодно стирает все, что там было. За счет параметров. Да, для его души это будет нагрузка. Конечно, то есть, но он как бы идет на, выезжает на площадку для обучения и выбирает то, что для него возможно. Какой для вас плюс? Для вас плюс вы подготовили площадку, получили хорошую генетику, воспитали ребенка, в следующей жизни вы получите тело получше. То есть вы получите... Есть у меня, например, отец, у него еще сильная генетика, еще вот эта деревенская, бабушка, бабушка родилась в деревне по отцу. Бабушка могла в мороз минус 20 ходить без шапки, без рукавиц, а папа, в принципе, мог, ну там до пенсии. То есть вот эта генетика, то есть это неудивительный случай. У меня был знакомый, который в детстве, в молодости перекусывал зубами медную проволоку 3 мм. То есть для зимов никак не... Вы кусачками перекусываете, так? То есть для него это никак было. Зубы не крошились, ничего. Когда вот я с ним встретился, то есть он был военным, он был тогда уже за 30, хорошо, у него были все зубы, ни одной пломбы, все такие белые, замечательные. Кусать я уже не могу медную проволоку, что в детстве делал спокойно, но зубами все хорошо. Он в городе, как говорится, живет. То есть вот она генетика. То есть она как может портиться, так она может улучшаться. То есть многие конкретные случаи, когда приходит светлая душа и стирает эту энергетику. Соответственно, может быть, и противоположный эффект. То есть были вроде как бы хороший род, там дворяне какие-нибудь были, люди образованием занимались. И вот какие-то потомки вдруг начинают на наркотики подсаживаться. Ну, соответственно, они генетику испортят. Вообще считается, что если человек какое-то количество времени сидел, например, на наркотиках, на тяжелых, считается, что лучше было на видизме, чтобы лучше уже не имел потомства. То есть его потомство для рода и такое потомство для рода имеет отрицательный знак. То есть это как в природе есть такая программа, и вы слышали, что если рождается какой-то зверек и у него какие-то болезни, которые несут опасность для всего рода, он умрет сам, без внешних причин. И вроде есть такая команда. Она есть у людей, но она работает немножко по другой схеме. То есть там связано еще со сознанием человека. То есть у них еще есть коллективное поле сознания, которое выполняет некоторые функции. Но есть такая программа, когда животное может умереть. У людей им дают паузу определенную за счет осознанности. Но если человек длительное время принимал генетику, то разрушен генокод, восстановить его крайне сложно, заниматься этим никто не будет. Даже если человек 30 лет использовал наркотики, то есть там все разрушено настолько, что его уже не восстановить. То есть там человек уже, когда человек всю жизнь курил, ему там 80 лет, он все настолько пропитался уже этими ядами, что нет смысла даже его уже лечить. Причем, потому что если его начать сейчас лечить 80 лет, из него все это попрет. То есть в принципе для него есть смысл это делать. Есть смысл в том, чтобы показать, то есть он всю старость будет сильно страдать. Почему страдать? Из него начнут эти все шлаки выходить. Так-то они потихонечку накапливаются, но он плохенько наживет. Теперь они начнут выходить. Он начнет страдать, поскольку вывод шлаков – это очень ведь болезненное. То есть и вся его старость превращается в сплошное страдание. Но с точки зрения, если человек хочет просто пожить, и вот на уровне обычной кармы, то есть кармы среднего грешника, он ничего делать не надо. Он может как минимум бросить курить, как максимум перейти на курение, например, трав каких-нибудь. Если он начнет чиститься, он покажет миру, что он готов меняться, например, и чуть-чуть себе вычистит часть той кармы, которую он наложил. Но при этом из него начнут выходить шлаки, и у него будет сплошное страдание. То есть за 80 лет он превратил тело в помойку, и теперь эту помойку нужно почистить. Резко почистить помойку нельзя, для организма это шок, и возможности у организма быстро чиститься нет. Потому что все системы изношены, быстрая очистка просто приведет либо к смерти, либо к очень серьезным разрушениям и совместимым жизнью. Поэтому считается, что человек очень долго сидел на опасных наркотиках, генокод сильно испорчен, то лучше бы он не имел потомства, потому что выравнивать генокод за счет генетики других людей, потомства, это очень сложно. То есть какое-то количество поколений будут рождаться либо дети дебилы, либо, скажем, больные просто дети, которые, в общем-то, обществу будут проблемы приносить. С одной стороны, с точки зрения кармы считается, что все души должны рождаться, и души, которые грешили, им тоже нужно развиваться. Но вообще для этого есть другие национальности, то есть другие нации, китайцы, папуасы какие-нибудь. Вот если ты серьезно деградируешь, то есть вероятность, попадаешь в эти нации. То есть в принципе, представителям расам, то есть белым людям, нет смысла, чтобы потомство было от людей, которые очень долго сидели, сидели в системе разрушения. Многие люди курили, многие люди использовали алкоголь. Если вы сидели на серьезных наркотиках, то вот, знаете, вот есть такое понятие, как селекция. Люди разводят коней. Они разводят, разводят, разводят коней, есть какое-то стадо, поголовье. Вдруг появляется конь, которого кормили ГМО. Для разводчика проще этого коня убить, чем случайно от него появится потомство. Потому что, чтобы потом убрать последствия этого потомства, то есть это очень будут большие проблемы. Проще этого коня просто убить. То есть его, конечно, можно просто выпустить, чтобы где-нибудь там бегал и никак не касался. Для внутреннего сообщества будет более гуманно его просто любым способом оттуда убрать. То есть чтобы от него просто не было потомства. Это касаемо вот этих склонностей. Что касается детей, бывают случаи, что у обычных родителей рождается очень красивый ребёнок. Бывают такие случаи, вот удивляешься, как вот с точки зрения что об этом скажет кинетика. Вот невозможно. Обычно родители очень симпатичный ребёнок. Вот кинетика никак не скажет. А с точки зрения кармы скажет, вот тел мало, а рождаться надо. И какая-то очень светлая душа видит, что родители обычные люди, но они, например, встали на путь эволюции. То есть они накопили много душевой доброты. А воплощаться ему надо. А тела не хватает. Ему там ждать ещё 200-300 лет. То есть он не хочет там висеть, ему нужно тело. Он рождается. И у обычных людей рождается очень красивый, симпатичный ребёнок. А внешние данные это отражение качеств души. Не случайно люди рождаются страшненькими, не случайно тупыми рождаются, с болезнями. По правильным чертам. Есть такая наука, физиогномика, как он называется, где по чертам лица определяют не только человеческий характер, но и его судьбу. У китайцев сейчас, говорится, здесь некоторое количество фильмов, которые застряют на это внимание. Один из фильмов называется «Лицо короля». Если интересно, посмотрите. «Во всех культурах было, во всех древних культурах было это знание. Оно было у славинариев, и они во многом это знание давали. Не полностью, но давали. Признак того, что если вы видите в человеке что-то не так, это большой признак того внешности, что-то не так. Это признак того, что в прошлой жизни что-то делал плохо. Есть признаки, например, молодых душ. В прошлой жизни был человек животным, человек рождается. Я лично видел женщину, которая прошлой жизни была рысью никаких внешних недостатков физических и хорошее физическое тело хорошие внешние данные простая такая девушка работал от не ошибаюсь стоматологом вот она была животным если человек прошлой жизни грешил провел но управлял же не заменную жизнь это отражается на чертах лица то есть у него соответственно будет либо тут туповатые выражение лица либо звериные выражение лица заметьте что есть люди у которых лица человеческие и бывает выражение лица похоже на животных почему то есть какие-то склонности у животного есть а у животного обычно склонности хищнические да если это животное не хищное да то у него какие-то свои отрицательные качества мир инерция там или туповатость есть например страус нормальное животное да ночью бежать страуса но у них очень маленький мозг и лицо страуса она выражает каким потенциалом каким мозгом он отражает если у человека лицо похоже на страуса то ли выехали чек знания вы поймете что вот что за ним стоит то есть у него какие-то проблемы с мозгом со знанием то есть ограничение мышления ограничение интеллекта почему ну потому что он это эту область разрушал я как-то мы не секрет для наших зрителей что мы с григорием можем переводить языка света на язык людей то есть мы говорим на том языке на котором говорят те кто вас создал и помню однажды разговаривали с ними и я никак не могла понять что плохого в страусе говорили о том что если человек допустим ест мясо страуса у него будет качество страуса мясо крокодила и качество крокодила я спросил что плохого в страусе на что мне сказали ну ты будешь такой же быстрый как страус и такой же тупой как страус то есть вроде быстро хорошо что-то употребляешь что ты не очень хочется быть тупым какой выбор никакого лучше не есть мясо этого животного и в принципе наверное есть мясо вообще если вам это приемлемо потому что и среди мясоедов есть люди которые стремятся к развитию не нужно создавать здесь ненужного фанатизма что если ты ешь мясо ты не может духовно развиваться это не так правда переходим в зону питания еще нет нет еще не добрались был такой случай очень интересный у нас была одна клиент одна клиентка когда лена включила ну разговаривались раньше с ней по телефон то есть это в общем-то женщина бизнесом занималась то есть интеллект был развит и как-то она включил получилось так все разговаривали слышали только голос то есть голос он отражает всей информации то есть часть вибрации не чувствовалось и как-то вот она включила камеру когда лена увидела ее лицо она потом закрыла кран убежала говорит я не могу на это смотреть я боюсь я когда первый раз увидел я подумал что это мужчина вот женщина с лицом мужчины то что там у него как в женщине деградировала что у него внешность стала похожей на мужчину я объясню почему я убежала я вижу тонкие структуры но там и толстые структуры тоже такие нормальные были что я думаю что это тоже толстые меня не испугали потому что я много работаю с людьми которые хотят изменить себя и которые хотят стать людьми превратиться из говорящих животных людей поэтому я с пониманием отношусь практически к людям любой внешности и если совсем там с инвалидностью уже серьезные проблемы то есть это меня не испугало но когда сняли был skype и она включила камеру я первым делом сконцентрировалась на тонкополевых системах этой женщины и я увидела то из-за чего я я помню что я просто выбежала из комнаты и несколько дней не заходила григорию пока он с ней разговаривал то есть то что я увидела меня напугало не на несколько минут но все равно странно вот видеть шок человека который просто картинку я помню несколько дней привыкала то есть у человека настолько сильные повреждения были душевно духовных структур что когда я взглянула на это я не поняла в ту секунду как с этим справиться и знаний не было информации мне понятно понадобилось несколько дней чтобы добыть знания понять что я могу сделать изменить конфигурацию своих систем чтобы понять будем мы браться за эту работу или нет потому что у девушки была тяжелая проблема она жила в городе москве и нужно было принять решение будем мы браться за эту работу или нет кстати пользуясь случаем говорю всем нашим зрителям что пожалуйста пусть деньги не будут определяющим когда вы обращаетесь к нам за помощью очень часто бывает так что человек пишет мне лена я оплатил расчет работ допустим на раскрещивание или на консультацию и жду ответа я вам пишу пожалуйста примите назад ваши деньги или не надо было их присылать потому что первое что мы делаем это и подробно изучаем ситуацию вашу возьмемся ли мы за эту работу только потом можно говорить о том сколько это стоит и будет ли это стоить вообще сколько нибудь или будет это стоит столько что вам не по карману или нормально то есть вопрос суммы мы решаем только тогда когда мы приняли решение о том что мы беремся за эту работу пожалуйста не создавайте мне ненужного ненужные работы потому что принял деньги отправил деньги я бы не хотела заниматься это этим целый день сначала ваша проблема затем наше решение беремся или нет и только потом обсуждение деталей то это будет оплачивать в каком размере вы начали с детей закончили ничего не закончили я прошу тех кто монтирует видео сделать отдельное видео у девушки были на прошлой жизни была при власти и повредила свои душевно-духовные структуры вот развратившись во власти в прошлом своем воплощении она родилась рожалась родилась в россии рожалась как рождалась рождалась в россии и повредила свои структуры до такой степени что ну то есть этого надо избегать всеми возможными способами если вы встречаете такого человека на улице или в компании где вы работаете старайтесь включать свою интуицию чувствуйте это избегайте общение с такими людьми вы не сможете но большинство из нас из вас не сможет слету противопоставить ничего тем демоническим структурам которые владеют сознанием этого человека то есть там поставлена оборудование для того чтобы перед ней унижались люди ползали на коленях вымаливали об услугах и причем это нужно делать когда она еще будет стоять и пинать вас ногой то есть больше унижайся больше то есть что происходит такой момент интересно вам рассказать технически что происходит вообще с человеком чтобы человек проявлял себе эти качества унижал других людей ну допустим приходишь чиновнику нужно сделать какую-то работу он говорит да кто ты такая чтобы для тебя вообще это делать начинаешь там иван степаныч там дело касается жизни моей дочери да чем плевать мне на твою дочь в конце концов вы стоите перед ним на коленях он вас в лицо сапогом толкает говорит будешь мне мыть полы в течение года еще оплатишь все услуги все пошлины и только после этого я тебе сделаю работу то есть у некоторых людей которых серьезно и демонические структуры захватили их сознание есть подобные качества характера и таким людям как правило демонический мир монтирует во внутренние системы некий механизм он похож на место есть нарисую он похож на если по позвоночнику смотреть как правило это смотрели фильмы про боевые искусства помните у него там столбик и столбика торчат такие палочки и они там игорь что они там делают вот это вот вот это вот и он еще и вращается да но по позвоночнику монтируется сегодня у нас масса хорошо пишущих фломастеров я прошу технического директора в следующий раз заботиться и помечать себе это что больше такого не повторялось лена что происходит вообще в общем по позвоночнику монтируется такая трубка и вместо вот этих отростков вот в разные стороны которые они есть они разные длины могут быть разные формы в общем эти отростки это режущие лезвия типа зеркал но очень типа стекла очень остро заточены то есть соприкосновение с этим человеком даже если вы сидите рядом в кафе демоническое существо ему все равно кого уничтожать оно приводится автоматически в исполнении когда вы просто входите в поле этого человека вот чем опасные опасен демонизм они просто режут все ваши оболочки фарш фарш смотрели из мясорубки вот такое же будет с вашими оболочками когда вы подойдете к этому человеку то есть у него были режущие структуры я отскочила чтобы не повредить свои структуры мне понравилось несколько дней чтобы заказать себе такое оборудование чтобы я могла с этим демонизмом справиться вот и починить григория потому что он остался стойко продолжать консультацию и конечно этим меня защитил то есть нет шансов никаких это надо удалять удалить мы не успели потому что девушка обратилась с просьбой когда мы помогли решить эту проблему мы вдруг стали не нужны резко потому что она посчитала что она решила это сама я не могу рассказывать о ситуации даже если человек поступил неэтично потому что у нас хорошая репутация и все внутренние просьбы людей даже если это сущие демоны остаются между мной как целительница и григорием как эзотерическим психологом и тем клиентам несмотря на любое его поведение рекомендую если чувствуете подобные вещи избегать таких людей это очень очень опасно потому что когда у вас изрезанные оболочки с вами можно делать все что угодно вы почему на колени встаете потому что не можете противопоставить этому ничего опасность дискомфорт дискомфорт неприятно сильный дискомфорт причем вроде внешне ничего такого не произошло что дискомфорт могло произвести а вам вот сеялись сильно плохо приходите почему-то вам непонятно почему плохо дискомфорт на чё-то те же с кобуды боли кого тошнить хочет хотя не только не оскорбляет там вас 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 не льется грязная вода то есть не воняет от вам плохо дискомфорт obviamente в первую очередь видно тогда когда видите у человека звериные черты лица или глаза такие злобные сейчас периодически бывает такое ну и еще потенциально опасные люди которые часто ходят на рок-фестивали хэви-метал вот эти группы там зачастую зачастую эти вибрации раскручиваются и подсаживаются эти демонические существа то есть там ну скажем так проявленная форма агрессии то есть она потом со временем человек который слушает хэви-метал со временем она на лице начинает формироваться то есть то что внутри ставится но со временем начинает она же не только ломает оболочки внешних людей она ломает оболочки самому человеку то есть и у него те нормальные черты лица они начинают деградировать то есть там появляется на лице выражение жестокости выражение тупости в общем не просто все это но мы отходите в сторону выходите из влияния под душ искупаться в озере сходить на природу если есть возможность пойти к магу экстрасенсу который эти вещи залечивает заделывает в принципе это лечит йога вот вы на кундалини йоги вышли то есть вы начинаете работать с вами на какого коконом вам уже первую очередь именно его и ломают да то есть там там бывает вам в чакры что-то всаживают да там каналы перебивают либо просто разрушают кокон в принципе номер в йоге когда асанами занимаетесь он потихонечку на место дорастает когда называете кундалини йогой например то или откуда привлекаете энергию либо свою то есть вы его восстанавливайте сами сами управляя энергией дано таки вы доросли до этого эти до этого не росли то есть это же есть например в цигуны и в других каких-то системах то вы идете к магу который этим владеет и он вам это просто говорится зашьет как хирург зашивает там попавшего там в аварию человек просто хирург он как бы видит то что у хирурга это видит видно то есть либо это внутри разрушена либо это снаружи да тут ваши биооболочки которые такие такая же неотъемлемая часть вашего тела как в общем-то и все остальное есть ли у вас проблемы с этими оболочками то дискомфорт у вас физически тоже скоро появится скажите пожалуйста а можно поставить защиту но защиту поставить можно но стопроцентной защиты не бывает ну как сказать это знаете вот можно одеть бронежилет можно бронещит можно дать шлем там бронесапоги но вы идете на поле а там кто-то вас стреляет из гаубицы вот такого там калибра то есть какую там есть танк у которого такая броня в него стреляют гаубицы вот такой патрон да то есть танка хорошая защита то есть современный танку снаряд отстреливает там очень приличная защита есть вот доты был такой дот в россии который простоял что-то 40 лет там не стены были метровые вот изобрели снаряд двадцать четыре миллиметра так что корабельной артиллерии его разбомбили то есть защиты абсолютно и не бывает идеальная защита это когда-то бумаг высокого уровня и видите проблему издалека создать такую ситуацию чтобы она вас не коснется то есть вы как на расстоянии это проблема себя убираете то есть можно конечно использовать какие-то элементы защиты то есть они хороши конечно то есть это и правильная одежда как у нас предки носили символику защитную определенную дату свешили украшением им как магические так и отвлекающие внимание у человека можно носить талисманы которые помогают кристаллы камни которые вас на полевом уровне будут защищать но опять же попадаетесь в на серьезную проблему то есть все это может не выдержать то есть это вам поможет снимет часть проблемы часть этой атаки но полностью защита не даст опять же это как говорится какие силы столкнулись если вы вам сделать очень серьезную например очень серьезный мощный талисман его тоже сложно делать это если сравнить его с бриллиантом сколько стоит бриллиант например настолько стоит серьезно талисман чтобы его сделать структуру например сделать что-то очень очень серьезно она может очень очень серьезно защищать например но опять же есть технологии защиты есть технологии нападения то самый лучший технологии защиты это не лезть такие места без большой нужды. И второе – это имеет сильную энергетику чистую и спокойное внутренне сбалансированное состояние. То есть сильная энергетика – это ваш сильный кокон. Есть какие-то способы защиты, какие-то магические формы создания вокруг себя шара защитного, как Левашов рассказывал, уплотнение защиты, установка зеркал. То есть есть какие-то способы, их много. То есть это как бы программа, и мы в двух словах про нее не расскажем. Иногда скользко про это говорили. Все методы защиты хороши. Но надо понимать, что можно столкнуться с серьезной проблемой. Либо прийти в поле, где этих людей будет много. Как говорится, нет ни одной защиты, которая не выдержала бы никакого удара. Самая сильная защита – это ваша стопроцентная чистая карма. Если у вас стопроцентная чистая карма, если вы просветленный человек, то на вас это зло не притянется. Вы будете сами выбирать ситуацию. Так вообще стопроцентной защиты вам никто не даст. Может быть хорошая защита, очень-очень-очень хорошая защита. Но попадете, какой-то там толпа идет с этих фанатов-болельщиков. То есть его ничто не остановит в принципе. Если вы маг, да, вы можете их остановить. Я в свое время пользовался такой прибор, назывался нейтрализатор. Иногда люди рассказывают, что он помогает, когда вот его одеваешь, идут несколько агрессивных человек, да, и они на тебя не обращают внимания, то есть ты как-то обходишь их. Ну, на каком-то уровне помогает. А если это будет какой-то жесткий конфликт, то его и не хватит. Поэтому стопроцентной защиты – нет. стопроцентная защита – это ваше развитие. Тогда, когда ваши способности психические, энергетические, физиологические – они таковы, что вы с любой ситуацией справитесь. Все методы защиты в принципе в этом случае хороши. То есть вы можете их делать, особенно если они малозатратные. Но если у вас такая еще работа или вид деятельности, когда вы с этим сталкиваетесь, то, конечно, надо стараться по возможности все использовать. То есть на что вы потратитесь на уровне защиты, то вам сэкономит потом на… еще больше сэкономит денег на восстановление. Есть еще технический нюанс. Представьте, допустим, что есть семья, и один из членов семьи развивается, и вот поставил себе такую защиту. А у него родной брат – наркоман. Или сестра – проститутка. Или… Теща – маньяк. Ну, что-нибудь такого, да. То есть хорошая, интеллигентная семья. И вот у вас стоит защита. Вы же не думаете, что демоны тупые? Демоны созданы для того, чтобы мы развивались, потому что всегда нужна противосила, плюс и минус. И вот между этим диапазоном мы и развиваемся. Демоны не тупые. Есть очень высокоразвитые демоны. И вот вы со своей защитой в эту демоническую среду вечером поужинать там сели. Они же соберутся в банду. Им же интересно. Их задача – взломать. То есть они так развиваются, это правильно. То есть их задача – сломать и съесть то, что там у вас внутри есть. Поэтому, входя в демоническую среду с любой защитой, демоны, находящиеся рядом, они будут предполагать любые усилия для того, чтобы взломать эту защиту. Это их развитие. Он приходит старшему и говорит, я сегодня взломал такую-то защиту, и ты теперь там верховный демон. То есть каждый раз найдётся что-то, что будет пытаться вас вернуть либо в нейтральное состояние, либо скинуть в минусовое. Поэтому очень правильно говорил Льюис Кайрелл, писал в Олесе. Помните эту фразу знаменитую? Все помнят. Если вы хотите остаться на месте, нужно бежать. Бежать изо всех сил. Изо всех сил. А если вы хотите куда-то попасть, нужно бежать ещё быстрее. То есть бежать изо всех сил, но это совсем изо всех сил. Это вот вы просто останетесь на месте в нейтральном состоянии, никуда не свалитесь. В этом важность саморазвития. Не делайте этого, автоматически откатывайтесь в минус. Вот изо всех сил на последнем издыхании. А чтобы сделать качественный скачок, например, открыть собственное дело, или реализоваться как творческий человек, или создать гармоничную семью, о которой мы говорили в первой части нашего семинара. Надеюсь, у вас усталость. Всё это будет видео сделано. Нужно бежать ещё быстрее. То есть сверх ваших сил. А для этого нужны сверхспособности, возможности, которые, пока вы бежите быстро, нужно развивать, чтобы качественный скачок делать в сторону. Ну, Лик Карелл говорил, он как англичанин, он говорил про Англию. И в Англии это работает. В России, может быть, это меньше работает, а где-нибудь в Индии ещё меньше. Вот почему он так говорил. В Англии страна, которая всё время занималась паразитизмом, ну, тогда, когда в них появились англосаксы, то есть когда новый народ появился, да, она начала жить по законам паразитизма. Это была страна, в которой, чтобы развиваться, нужно было действительно очень серьёзно работать, поскольку страна жила по другим принципам. И, скажем так, в обществе были такие законы, что вот если хочешь, чтобы это развиваться, ты должен очень сильно стараться, потому что в обществе, живущие по принципам паразитизма, люди, которые занимаются развитием, опасны. Если только они не работают на систему. А если они будут работать на систему, то они будут вынуждены систему менять по другому принципу, просто иначе будет тяжело либо не выжить. Вопросы есть, друзья? Передайте микрофон, пожалуйста. Тебе вопрос ещё от зрителей? Нет? А в обратную сторону это не работает? То есть получается, что тёмные силы, ну, как бы они сильнее, чем светлые априори, если вы говорите о том, что мы попадаем в это поле, и независимо от того, как бы они сразу начинают включаться и работать. А если сильная, светлая энергетика, высокий уровень развития не происходит, в обратную сторону, что вот эти силы начинают работать? Ровно одинаково. Ровно одинаковое воздействие. Садитесь рядом с йогой, йога вы начинаете меняться. Бывает такая ситуация, когда вы человек, стремящийся к развитию, или вы просто человек. Если вы просто человек, вас просто, знаете, как вы на солнышко садитесь, и солнышко вас согревает. Если вы человек, занимающий развитие, у вас есть, скажем так, существа, механизмы, которые тянутся в эту сторону. И тогда вам еще специальный канал создается от этого человека, от него вам чего-то еще сверху придет. То есть от Бога через этого человека вам что-то сольется. Это как вы на солнышко вышли, вы согреетесь. То есть эта система работает абсолютно пропорционально. Если это светлое, то это вас восстанавливает. Если отрицательно, то разрушает. Но если это светлое, то вы, по крайней мере, не пострадаете. И, ну, пришел, приехал к вам, там, настоятель непальского монастыря, которого уже я посчитал просветленным, посидели вы с ним рядом, вы про это не знаете. Узнаете хорошо, там, пообщайтесь с ним, может быть, интересно там как-то, что-то произойдет интересное в вашей жизни. Но если не пообщаетесь, то, по крайней мере, ничего плохого не происходит. А если вы сядете рядом с человеком, гомосексуалистом, наркоманом, в котором вот это все есть, то есть вы пострадаете. И в первую очередь нам надо знать, понимать про опасность, конечно. Потому что это... Потому что мы живем в мире, где демонические традиции, демонические тенденции, они крайне сильные. Поэтому в первую очередь мы на это обращаем внимание. Конечно, и обратное есть. Разумеется, есть люди света. Да, я имела в виду, вот на этого демонического существа, на него автоматическое влияние не происходит, не на обычного человека, а вот именно на того, или с тем уже как бы никак не справится. Я понимаю, что если садится очень светлый человек и очень темный, то будет конфликт. Кто сильнее, тот слабее, тот того, может, немножко, побьют и выселят за пределы территории. Может быть, его даже блокируют. То есть есть демоническое существо, которое этим управляет. Если светлый человек, то светлый человек, который есть на нем, они могут его и заблокировать. То есть то, что он не сможет, вот есть на нем система, она может быть активная, а может быть пассивная. Он может такое заблокировать, что система станет пассивной. Опасный, но активно работать не может. Например, как танк. Он может ехать и стрелять с пулемета из пушек, а может просто давить. То есть если заблокировать ее систему ведения огня, то светлый человек, На нем сущности живут соответствующие. То есть он связан, соответственно, с Богом. Канал сильный, мощный. С ним работают существа светлого плана. То есть у него, кроме ангела-хранителя, там еще ведущие есть представители. Там его и Грегора какого-то светлого, которые тоже ему помогают. Плюс сущности, которые обслуживают эту систему. То есть много чего. И они, соответственно, будут... Если приходит светлый человек, они начинают на него автоматом что-то немножко монтировать. Положительно чистить автоматом, соответственно. Если человек, на котором идет демонизм, то, соответственно, они будут этот демонизм блокировать. Если мощная демоническая система, то это будет жесткая война. Соответственно, кто-то сильнее, тот выживет того, кто слабее. А тот убежит с поля боя. Ну, соответственно, если человек с паразитической системой, то, во-первых, самому человеку, на котором это весит, ему станет плохо. То есть ему почувствует дискомфорт, потому что будет идти война на энергетике. То есть люди видящие увидят, люди тонко чувствующие почувствуют. Тот человек, который с такой энергетикой, он просто убежит. То есть это быстро произойдет. Либо у него начнется истерика, опять же. То есть разные способы у демонических существ атаковать. То есть как на полевом уровне, так он может вести человека в состоянии прострации. Кто-то начнет кидаться вещами, орать, пытаться оскорбить, то есть завести скандал, попытаться устроить драку, в которой можно незаметно человека прыгнуть ножом. То есть демоническое существо может управлять незаметно на уровне энергетики, а может контролировать и сознанием. Когда люди психи, теми, кто уже управляет напрямую демоническое существо, которое не просто энергетикой, а владеет еще и сознанием. Можно я... А еще можно вопрос короткий? Нюанс расскажу, вот касательно вашего вопроса. Когда я рассказывала про интеллигентную семью, дочь – проститутка, сын – наркоман, а мама – маньяк. И вы в этой семье воплотились. В чем тут интеллигентная семья? Ну, мы так... Тут сказали кто-то... Когда мы говорили о семью, кто-то добавил... Эстеты. Эстеты? Эстеты. Эстеты и ценители тонкого, или как это сказать? Ценители искусства. Бывают извращенцы тоже ценители искусства. Но вы же домой поужинать пришли, а получается война. То есть здесь... Это я про защиту. Вы как бы... У вас семья, вы хотите прийти, покушать, отдохнуть. А приходите, и получаются военные действия. Не поели, поранились, померились у кого что. Какого длины и размера. В общем, интеллигентно провели вечер. Поэтому люди серьезно развитые, они избегают подобных семей, мест, мероприятий. Не потому, что они не могут навести там порядок за считанные секунды. Хороший маг может остановить, как называется, выступление на стадионе в течение нескольких минут. Просто замолчится аппаратура и будет молчать всю ночь. Он спокойно поспит, если он ночует в этом доме, и люди не проявляют уважение к жителям окружающих домов. Часто вижу в Петербурге, в новостях читают, такие концерты производятся, и люди ничего не могут сделать. Это требует определенной энергетической работы. То есть Григорий здесь еще говорил о том, что ребенок, помните, сотрет резинкой, как резинкой сотрет карму, допустим, все, что было у родителей. Я хотела сказать, что не совсем так Григорий правильно сказал, но есть техническая составляющая этой работы. То есть ребенку потребуется напряжение многих лет, чтобы эти конструкции демонтировать и отправить куда надо. Внешне он будет веселый, мамочку любить, но вы никогда не знаете, какую внутреннюю работу он проделывает. Он мог бы научиться чему-то новому или помочь какому-то, не знаю, приюту с животными, или сделать еще какое-то доброе дело. Но в это время он занимается тем, что демонтирует демонические конструкции своего рода и отправляет их куда надо. По себе скажу, что после подобного семинара я отдыхаю несколько дней, неделю мне нужно, чтобы восстановиться. Чтобы у вас все было лучше, я забираю сейчас все то, что вы не можете переработать, и что вы пригласили свою жизнь по незнанию, и что мешает вам осуществлять ваши мечты. Я это не складываю вот здесь, я разбираю это на части, отправляю туда, куда нужно. И после таких работ людям требуется серьезное восстановление. То есть вы тем, что вы не развивались в семье, я не о вас говорю, а о среднестатистическом человеке, тем, что люди не развиваются в семье, они на своих детей, грубо говоря, вешают свои проблемы. То есть ребенок будет вынужден сделать работу, которую не сделали эти родители, потому что без сделанной работы нельзя получить чего-то, что хочет получить вся эта семья. Это условие. Сделайте раз, два, три, четыре, получите пять, шесть, семь, восемь. И не раз, два, три, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Некоторые говорят, раз, ну, пожалуйста, продайте, раз, два, я заплачу еще больше, продайте, пожалуйста, раз, два, три. Ну, я же уже все сделала, начинается грандиозно. Я сказал, нет, раз, два, три, четыре, черта, пять, шесть, семь, восемь. Что вы хотите? Поэтому я сейчас все это разбираю на запчасти и отправляю туда, куда нужно. То есть развивайтесь, делайте своим детям хорошее будущее. Не развивайтесь, они будут делать эту работу за вас. И когда приходите в такую, как Григорий сказал, семью по интересам, лучше понимать, что, может быть, можно и нужно жить отдельно и не поддерживать отношений настолько плотных, чтобы это была каждый раз война, а вы просто поужинать пришли. То есть это все энергозатраты, и они очень приличного уровня. Многие этого не понимают, я думаю, что вы поймете, потому что занимаетесь этим саморазвитием, у вас растет энергетика. На проекте реконструкции ребята можете пообщаться с ними в перерыве, и они все это понимают. То есть чем больше у них становится способностей, талантов, возможности реализовать свои мечты, тем быстрее скорости, тем выше плата за ошибку. То есть если вы летите, не туда слетел, на большой скорости это будет плата такова, что ты перевернешь весь свой внутренний мир за одну ночь. Настолько это будет непросто. Вот девушка... У меня еще вопрос про запах человека. Такой же, так же показателен, как внешность, вот о чем вы до этого говорили. Да, это запах здоровья. Шлаки накопились, они воняют. Почему, например, от человека воняют? То есть есть естественный запах человека. Вот есть запах ребенка. Запах ребенка, ребенок молочком пахнет мамой. То есть у него вкусный запах. Пот, он отражает структурчик. Даже бывает, от людей цветами пахнет. Вот если человек здоровый, от него приятно пахнет. Бывает, когда люди нравятся запахи друг друга. Почему нравятся? Это запах здоровья. Запах это состав крови, состав лимфы. То есть человеческое тело все время источает запахи. То есть если есть здоровье, то это как бы природные запахи. Есть запах цветка, есть запах человека. Идеальный здоровый человек, он кахнет, приятно. То есть у женщин свой запах, у мужчин свой запах. Есть разные психологические типы. То есть есть люди, которые любят какие-то жесткие запахи. Есть такой психологический тест. Там рассказывают, например, что некоторые женщины любят такой запах, как мореной овечьей шкуры от мужчин. Вы простите. Запах моренной шкуры, как он называется. После выделки. Такой запах, который от овчины. И некоторые женщины его любят. Это типа запах мужественности. Вообще от здорового человека запах приятный. То есть все химические элементы в человеке, они естественные. То есть из человека они воспринимаются приятно. Вот есть яблоко. Это естественный продукт для питания. Человек его нюхает, он приятный по запаху. В природе, как правило, почти на 100% это работает. Не на 100%. Есть некоторые вещи, которые есть, например, нельзя, но пахнут вкусно. Но это признак того, что в них есть что-то такое, что полезно человеку. Соответственно, в больной человек в нем скоплены шлаки. Что такое шлаки, да? То есть это, например, яды, которые организм не смог вывести, да, и он где-то их оставил, например, оболок жиром, да, и где-то отложил. И вот когда человек пахнет, да, вот организм через пот это выводит. То есть запах этих шлаков, да, шлаки – это яды. Вы чувствуете этот запах, запах дерьма, да, ну там, чего-то такого. И он неприятный. Если от человека пахнет, воняет, это признак, что в нем, вот, есть там живут паразиты, есть накопленные шлаки. Например, когда человек толстый, у него какое-то брюхо, да, что это такое? Как правило, это каловые камни в кишечнике, да. Какого каловые камни, да, это когда продукт начинает гнить, не может перевариться, стедает на стенках кишечника, кишечник раздувается, то есть все растет. То есть сам по себе масса, она зловонная, но она в человеке закрыта, и это не чувствуется, пока это не начинает у человека выходить. Ну, например, человек в туалет сходил, вот у некоторых, вот, если у кого были дети, вы знаете, что когда дети сначала, сначала молодые ходят в туалет, у них то, что выходит, какашки, говорят, они не пахнут практически. Например, люди, которые занимаются шаланой, да, то первое, что с человека выходит, оно там, ну, если не золотистого цвета, то такого мягкого цвета, и практически не пахнет, то есть не воняет совершенно. То есть нормальный кал здорового человека. У ребенка он такой же, потому что ребенок питается, ну, практически идеальной едой, материнским молоком, ну, впрочем, практически, потому что если мама правильно питается, то еда идеальная, да, если не очень правильно, то не очень, но у него и кал соответствующий, и запахи, соответственно, у ребенка, сидите, у них очень такой милый, приятный запах. Когда скапливается вот это все, человек, например, начинает двигаться, да, то есть начинает разгоняться система, работа системы вывода пота, да, через пота начинает выходить, вы чувствуете это, там, каловый камничек. Смотрел туалет, у него, соответственно, что-то оттуда вывалилось, ну, то, что у него в кишечнике есть, тем это пахнет. То есть даже вот кал здорового человека, он должен пахнуть нормально. Бывает, когда идет, например, процесс чистки, да, например, вегетарианец, да, еще не идеальная еда, но приближенная к идеальной, то есть более естественная, от него кал вонять будет меньше, соответственно. Если у него пошел цикл чистки какой-то, из него начинает вытягиваться яды, могут вонять, но так как от мясоеда серьезного воняет, не воняет уже ни от кого. Животные, например, хищники, да, у них так построена система, что он успевает это как-то быстро обработать, то есть у него это одна тема, да, человек может быть хищником только в исключительных случаях. Если он все время живет хищником, то идут процессы деградации там на уровне генетики. То есть он может там поколениями это и есть, да, но в нем высшие человеческие качества будут деградировать. Человек превращается в хищника, да, а хищник – это не человеческая форма жизни, это животное. Еще проблема бывает, когда заходишь в женский туалет, допустим, женщина сходила не по большому, а по маленькому, но вы понимаете, что у девочки две дырочки – попа и пипа, и когда женщина живет неестественной жизнью, очищается через обе дырочки, так вот женщине достаточно просто, извините за прямоту, пописать в туалете, но вот то, что оттуда выходит запах у женщины, я в большинстве туалетов, у меня прищепка с собой на нос, в кармане куртки всегда есть, то есть невозможно находиться. Человек только снял трусы, пописал и вышел из туалета, прошло несколько секунд, но то, что у нее выходит из женских половых органов – это даже не зловоние у среднестатистической женщины, это что-то… Демонический запах. …химическая атака уже практически в туалете. Поэтому обратите на это внимание. Могу сказать, что у сыроедов, у вегетарианцев еще ситуация лучше, у веганов еще лучше, а у сыроедов вот кал практически ничем не пахнет, такого вот золотистого цвета, как рассказывал Григорий. Ну, зависит от того, что съел, конечно. А моча не пахнет ничем тоже. То есть она белого цвета, там у нее нет никаких примесей, может быть, легкий какой-то оттенок, если съели свеклы. Ну, настолько легкий, что он практически не меняет цвет. И она тоже ничем не пахнет. Мы вот с мужем постепенно переходили к разным типам питания. Я вот заметила, что когда Григорий перешел на сыроедение, у него начался этап очистки. Он веганил много лет до этого. Но когда перешел с сыроедением, этап очистки прошел. То есть я захожу в туалет, и даже запах не колыхнулся. То есть все как было чисто, так и осталось. Я думаю, ну… Перехваливаешь меня. …мы добились. Рассказываю личные ощущения. Я прищепку не надеваю, когда… Воняет меньше. Ты ходишь. Воняет меньше. То есть вот пот человека – это то, что в нем скопилось. То есть здоровый человек, он пахнет приятно. Даже человек в возрасте, ему может быть 80-90 лет, от него будет все равно нормально пахнуть. То есть у него будет пахнуть человеком. Они вот шлаками… То есть вонь – это шлаки и яды, которые выходят, и, соответственно, пахнут. Причем это может быть, что у ребенка 7-8 лет уже столько накопилось, сколько нет у взрослого. Следующий вопрос вы хотели… Я просто хотела уточнить. Если исходить из кона притяжения… Из чего простите? Кон притяжения. Ну, закон – неправильное слово. Закон за коном, а это кон притяжения. Вот если исходить из кона притяжения, то человек притягивает ту ситуацию, которая, например, у него была либо в мыслях, либо в действиях, и если человек находится и мысленно, и в действиях своих, всегда находится на высоких вибрациях, на светлой стороне, то, по идее, это самая лучшая защита. То есть получается, что он тогда не притянет никаких демонических сущностей. Вот это так? Есть нюансы. Допустим, есть такое слово, которое называется «карма», вы знаете. Он может быть каким угодно светлым человеком, но всё, что он сделал за предыдущие жизни, ему нужно будет отдать либо компенсировать. И это то, что такие ситуации случаются неожиданные, когда у светлого человека, у развитого вдруг происходит что-нибудь неприятное или некрасивое. То есть карма, она возвращается разными кругами, разной интенсивности. Поэтому к вам притянется всё то, если сказать, обобщить всё, что вы сказали, всё, что необходимо для вашего развития. И это может быть как болезненная ситуация, так и какая-то неболезненная ситуация, так нейтральная ситуация. Но вы абсолютно правильно сказали, что чем выше ваши вибрации, то есть чем выше вы себя держите в течение дня, тем меньше будет ситуации для среднестатистического человека. Вы просто не попадёте в пробку, не попадёте в давку, в магазине вам не нахамит продавщица. Но по карме всё равно придётся отвечать, поэтому где бы вы ни находились, всегда принимайте то, что к вам приходит. Слово «принимайте» трактуется неправильно. Не принимайте, «О, да, сейчас ворвался маньяк, крушит всё в моей квартире, и я это принимаю, пусть там всех, я не знаю, кошек моих собак, поймает и задушит, это называется принятие, нас этому учат, это полный абсурд, надо защищать своих домашних, когда к вам ворвался маньяк». Это не есть принятие. Принятие состоит в том, что вы не осуждаете этого маньяка. Он плохо поступает сейчас по отношению к вам, но защищать, даже может ценой собственной жизни, но он не плохой человек, он нельзя его гадостью называть и вбивать в него эти энергетические клинии. Плохой, гадкий, маньяк, да мы тебя сейчас, все вместе. Делайте свою работу без эмоций. Поэтому прилетит в любом случае. Если не прилетит, уже нечего прилетать, вы прилетите наверх, туда уже, куда в принципе каждый из нас и хочет прилететь. Вас просто заберут отсюда. Был такой вот Николай Ржов, да? Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич, простите. Да он сам ушел. Он выпил 2 литра спирта, по-моему, или 3 за раз. И вот технология такая была. Мы не рекомендации даем, дорогие наши зрители. Да, но он был магом, и ему нужно было уже... Он понял, что он на земле закончил свою работу, свое развитие. И есть магическая такая технология. То есть он ее знал. То есть это не просто выпить, там нужно было определенные магические ритуалы делать. Что касается, то, о чем мы думаем, то, к чему мы стремимся, то мы и притягиваем. Если вы приезжаете в центр Москвы во время часа пика, соответственно, что вам рассосать пробку, вам нужно быть, не знаю, даже не святым, а магом какой-то категории. Потому что, чтобы это, как кажется, социальное зло как-то рассосалось, нужно в него вложить сок это света, да? Пробка в Москве в час пика это социальное зло. Вот на уровне природного социальное зло. Потому что люди в железных коробочках, в дымящих машинах находятся в плотной территории и ничего не могут сделать. Социальное зло, которое они сами создали. Как сами? Ну, создавая город по такому принципу, систему сообщений по такому принципу, использовать те технологии. И, конечно, вы можете думать о всем очень хорошем. вот всем сердцем быть в Боге. Но если вы приезжаете в центр Москвы в час пик, то, конечно, то есть ваш настрой эту пробку не рассосет. То есть ваша внутренняя сила, ваш внутренний правильный настрой, он имеет некую силу, которая столкнется с силой ситуации извне. То есть если вы в хорошем состоянии находитесь на природе, одна ситуация происходит, то есть там происходит слияние, очищение, если вы приходите в ситуацию, где проблемы, и вы начинаете своим полем это очищать. На вас это нагрузка. Правильная мысль о том, что о том, с чем вы думаете, те энергии вы и притягиваете. Плюс Елена говорила о том, что у вас есть карма. Карма – это то, что отрицательные склонности, которые вы не отработали. Есть очень много хороших людей, у которых есть недоотработанные какие-то склонности или, например, незнание, как действовать в каких-то ситуациях. То есть человек хороший, но вдруг, например, на него появляется попрошайка. Есть разные формы паразитизма. Есть попрошайка, например, какой-то человек, который не хочет работать. Вот есть нищие, почему они нищие? Многие нищие, потому что они не справились с судьбой. А есть нищие, которые просто не хотят работать. И они попрошают ничего. Ты подаешь нищему, и ты, в принципе, занимаешься демонизмом. Ты его возвращаешь. Есть люди, у которых очень хорошие, но этому противостоять не могут. У них есть слабое место. Их будут наталкивать, хотя они хорошие люди, на эти ситуации, чтобы они это увидели. То есть обворовывать его, сдавать ему дискомфорт. Будут демонические существа, фактически. Но сама эта система кармы, она придумана светлыми. Хотя человек светлый, думает о хорошем, но пока в нем все это до конца не будет отработано, время от времени будут, так называемые, потенциально травмирующие ситуации. Вопрос в том, что если человек глубоко осознанный и готов это сразу принять, переосмыслить и правильно поступить, то ситуация не будет травмирующей. То есть это будет минимум. Если не до конца готов, то какая-то нагрузка будет соответственно. К чему стремишься, то и происходит. Но надо учитывать скажем так, коэффициент гармоничности среды. Тем меньше коэффициент гармоничности среды, тем соответственно потенциальная опасность в любой ее точке выше. То есть если у вас тотальное стремление к совершенству, то вы весь там в Творце. То есть помните, что есть земное и небесное и в человеке должна быть гармония земного и небесная. Если у вас гармония, вы все там, то вы отрованы от земного, то есть вы забыли про свое физическое здоровье, забыли про свой дом, про свои деньги. То есть вы завтра поймете, что вам ничего есть. Например, или то, что у вас крыша протекает и вы так жить не можете, или вам холодно. То есть о земном тоже нужно заботиться. И задача баланса. То есть в небесном есть земная прагматика, а в чистом земном есть небесный замысел. То есть земное это опора основания для всего остального. То есть если вы в сложной среде, то соответственно у вас в сложной среде идет давление какого-то негативного. То есть вы находитесь в городе, где много людей, какой-то праздник идет, кто-то с собой пиво притащил, там какая-то непонятная музыка играет, хэви металл, на вас идет атака соответственно демонического мира. То есть вы хороший человек, да, но вы в среде в этой, и атака идет. То есть ваши мысли о светлом, но вы в этой среде. Вы будете немножко растапливать своим полем. Поэтому нужно учитывать все эти факторы. То есть соответственно почему каждому человеку нужно изменять мир к лучшему. Ты вышел на какой-то уровень, да, тебе, у тебя появилась возможность кого-то, положено, два уровня ниже подтянуть, то есть не надо помогать, надо понимать то усилие, то нагрузку, которую ты выдержишь, да, чтобы это усилие не было последним смертельным боем, бессмысленным, по сути. Предлагаю подытожить на сегодня вопрос про семью. Мы говорили о том, как создать гармоничную семью, почему люди не могут создать гармоничную семью, что нужно в себе изменить и от чего нужно избавиться, чтобы создать гармоничную семью, и что делать, если случилась сложная ситуация, развод, дети, как себя вести и как поступать. Тему, как правильно говорит Григорий, можно продолжать до бесконечности. Формат этого семинара предполагает, что мы отвечаем на вопросы не очень длинно. Либо общая схема, либо совсем конкретные вопросы. И в связи с этим хочу пригласить вас на наши многодневные семинары, там, где подобные вопросы разбираются до полного вашего понимания столько дней, сколько это нужно. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok